Привет! С вами Игромания, и вы смотрите постоянную рубрику «Во что поиграть на этой неделе?». В этом выпуске. Пошаговая стратегия Gears Tactics пытается быть не похожей на XCOM, и у неё это отлично получается. А зверевшие от недостатка киберпанка игроки набросились на инди-проект Cloudpunk, и им внезапно понравилось. SnowRunner — питерские разработчики, которые делали симулятор бездорожья России, а выпустили симулятор бездорожья США. И Ratus — Lord of the Dead. Ещё одни питерские разработчики, которые создали Darkest Dungeon только наоборот. Играем за злодея и пугаем героев. Sakura Wars — перезагрузка японской классики, ролевая игра, экшен про гигантских роботов и симулятор свиданий в одном флаконе. И, наконец, ретро-битэмап Streets of Rage 4 — настолько ретро, насколько это вообще возможно. Gears Tactics — это пошаговая стратегия, которая не пытается быть похожей на других. Поле боя не разделено на привычные клетки. Можно перемещаться куда угодно. Экономики и развития базы тоже нет. А в геймплее нас ждёт настоящее мясо, знакомое всем фанатам серии. Например, здесь есть механика казни. После кровавого добивания весь отряд получает дополнительное очко действия. Это мотивирует на более агрессивный стиль игры. Кстати, на каждый ход у бойцов есть по три очка, и это тоже сильно добавляет динамики. И таких мелочей хватает, чтобы выделить проект среди многочисленных клонов XCOM. Но главное отличие игры от конкурентов — это мощная ориентация на сюжет. Катсцены по количеству почти не уступают тем, что мы видели в номерных частях серии. Поэтому игра воспринимается как настоящий блокбастер, который случайно оказался втиснут в рамки нишевого жанра. Выглядит это очень круто. Со стороны Майкрософта сделать настолько уникальную вещь — это очень смелое решение, которое мы всячески приветствуем. Устали ждать Cyberpunk 2077? Специально для вас Инди-индустрия выпустила сюжетную адвенчуру Cloudpunk. Здесь есть огромный ночной город, неоновые огни и густая атмосфера прямиком из произведений Гибсона. Действия игры происходят в течение одной ночи. Главная героиня — обычный курьер по имени Рания, доставляющий посылки, куда скажут. Она попадает в водоворот событий, в ходе которых ей предстоит встреча с непохожими друг на друга обитателями города из разных социальных слоев. И решения, которые примет Рания, могут навсегда изменить их судьбу. В первые же дни новинка разошлась тиражом в десятки тысяч копий и получила 85% положительных отзывов. Есть и негативные, но в основном от тех, кто действительно ждал от игры чего-то в духе Cyberpunk 2077. Однако здесь нет ни экшена, ни крутых квестов, а сюжет подается исключительно через диалоги. Но если вас интересует в первую очередь атмосфера и расслабляющий геймплей, полеты по ночному городу и знакомство с окружающим миром, то эта игра может стать для вас настоящей находкой. Серия российских симуляторов бездорожья в очередной раз меняет название. Сначала она называлась Spin Tires. Затем ее автор, Павел Загребельный, разругался с издателем и ушел в студию Cyber Interactive. Тогда серия стала называться MudRunner. Однако основу аудитории составляли зарубежные игроки, которым было не очень интересно кататься на советской технике по нашим таежным просторам. Поэтому встречаем новую инкарнацию проекта. Теперь он называется SnowRunner и нацелен в первую очередь на американских игроков. На первый взгляд разработчики лишь добавили новую карту и кучу западной техники, но это не так. Все основные изменения SnowRunner под капотом обновленного графического движка. Размер локаций увеличился в 4 раза. Повысилась детализация и дальность обзора. Полностью обновили растительность, систему погоды, а также симуляции снега и льда. Добавили поддержку сверхчетких текстур. Теперь некоторые скриншоты из игры действительно можно спутать с фотографией. В общем, из интересного инди-проекта серия уверенно превращается в серьезный нишевый блокбастер. И еще один проект от российских разработчиков. Студия Unfrozen выпустила пошаговую тактическую ролевую игру Иратус Lord of the Dead. За время раннего доступа игра стала весьма успешной. Продано более 100 тысяч копий, 86% положительных отзывов. Многие сравнивают проект с культовой Darkest Dungeon. Только наоборот. Мы управляем злодеем-некромантом, который собирает армию из трупов поверженных врагов. К этому прилагается возможность пугать смертных, доводить их до сумасшествия и много других забавных моментов. И хотя игра действительно черпала вдохновение в Darkest Dungeon, она сильно от нее отличается. Некоторым это нравится, а другим наоборот. Но все признают, что для маленькой команды из Петербурга этот проект стал заслуженным успехом. Серия Sakura Wars существует с 1996 года. Но если вы в первый раз слышите это название, считайте, что вам повезло. Как раз на этой неделе разработчики решили устроить серии перезагрузку. Поэтому можно начать знакомство с нуля, не переживая по поводу предыдущих частей. Обновленную Sakura Wars невозможно описать одним словом. Это и ролевая игра, и экшен, и даже симулятор свиданий. Вы выступаете в роли капитана боевого отряда гигантских роботов, которые внезапно работают на паровом двигателе, а управляют ими еще более внезапно симпатичные девчушки. В общем, типичная японская игра. Здесь даже озвучка только на японском. Для остальных стран предусмотрены лишь субтитры, и русского среди них пока нет. Но настоящих поклонников японской культуры это никогда не останавливало. Любителям ретро стоит обратить внимание на релиз битэмапа Streets of Rage 4. Если вы играли в любую из предыдущих частей, то объяснять суть не потребуется. Хотя игру делала не Sega, получившие от них лицензию разработчики очень бережно отнеслись к наследию культовой классики. Изменений минимум. Например, появились новые удары. А еще добавили возможность бить врагов головой о стен. Однако и геймплей, и графика словно прямиком из 90-х. А для пущего погружения в атмосферу можно разблокировать музыку и героев из оригинальной трилогии. В общем, 10 приступов ностальгии из 10 вам точно обеспечены. На очереди еще одна порция халявы. В сервисе Steam до 1 мая раздают отличную стратегию Total War Sögun 2. А в магазине Epic Games с 30 апреля начнут раздавать хоррор Amnesia The Dark Descent и совершенно уникальную игру Crashlands. Это очень интересная помесь ролевого экшена и симулятора выживания. Ну а теперь давайте узнаем, какие интересные скидки есть на этой неделе. В сервисе Steam большая распродажа серии XCOM. Выгоднее всего брать комплектами. Например, Enemy Unknown 2012 года со всеми дополнениями отдают за 340 рублей. А истинные гурманы могут взять за 100 рублей коллекцию из пяти оригинальных игр 90-х годов. Еще один хороший сборник включает в себя свежие релизы издательства Daydalic. За 1118 рублей вы получите 6 игр, включая отличный двухмерный экшен-хоррор Baratrauma и упомянутый выше российский проект про некроманта Иратуса. Также популярностью пользуется сетевой экшен Mordhau. Он подешевел на треть и стоит 345 рублей. В сервисе GOG на этой неделе распродажа стратегий и игр на тему Второй Мировой. Есть скидки на всю серию Brothers in Arms. По ней, кстати, собрались снимать телесериал, так что самое время загрузиться спойлерами. Последняя часть трилогии Hell's Highway стоит 150 рублей, а остальные обойдутся почти в два раза дешевле. Стратегия Imperator Rome подешевела на 33% и стоит менее полутысячи рублей. Неплохая, но давно забытая Empire's Dawn of the Modern World подешевела до 130 рублей. А первую и вторую части Блицкрига отдают практически бесплатно – по 39 рублей за игру. В онлайновый магазин Sony новых скидок пока не завезли. Однако в торговых сетях России и Украины до 10 мая будет проходить распродажа дисков со скидками до 25%. В основном это эксклюзивы самой Sony, но есть несколько игр сторонних студий. В акции участвуют магазины 1С Интерес, Эльдорадо, М-Видео и Республика Игр, а также Ситилинк, Технопарк, Беру.ру, Озон.ру, Уайлдберрис и Геймпарк. В магазин Xbox One наконец завезли свежие скидки на блокбастеры. Некоторые игры серии Call of Duty уценили на 70%. Например, Call of Duty Infinite Warfare стоит сейчас менее 20 баксов. Отличная скидка есть на Metal Gear Solid 5. Всего 12 долларов за полное издание. Также в распродаже участвует серия Dead Rising. Четвертую часть можно купить вдвое дешевле, за 30 долларов. А за 25 можно взять золотое издание Resident Evil 7. На Nintendo Switch по-прежнему дефицит скидок, но пара интересных предложений все же есть. Только что вышедшую адвенчуру Sunless Sea с дополнением Submariner временно продают за 1200 рублей. Это 80% от полной цены. Также сильно подешевела вся серия квестов Siberia. Вторая часть со скидкой в 96% стоит 130 рублей. Хоррор Close to the Sun уценили на 40%. Сейчас он обойдется вам в 1125 рублей. А если вас мучает ностальгия по стиму с его дикими распродажами, Купите флэшбэк, ремастер хита 90-х годов. Стоит он всего 69 рублей. Вот и все на сегодня. Самые внимательные из вас наверняка заметили, что этот выпуск вышел вне расписания. Разгадка проста. Теперь мы будем стараться выпускать видео в середине недели. Раньше большая часть озвученных нами скидок переставала действовать уже через пару дней. Теперь же они будут актуальны гораздо дольше. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу смены графика. И что еще нового вы хотели бы видеть в этой рубрике. Ставьте лайки, если видео понравилось. И до встречи на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok